Новосибирская неделя Парад идей под юбилей к 125-летию города воплотят предложения новосибирцев. Как выберут 125 лучших идей, узнаем у гостя. Доходное место. С приходом тепла нелегальные торговцы развернули прилавки на улицах. Если покупатели поддерживают незаконный бизнес, полицейские и ревизоры бессильны. Новосибирская неделя Областной бюджет. Распух от доходов. За счет налоговых поступлений региональная казна в плюсе. Суммы исчисляются миллиардами. Так, областные власти нашли дополнительные 3 миллиарда рублей, сообщил министр финансов. На что потратят, уже решили. В то же время депутаты горсовета настойчиво просят вернуть новосибирской казне часть налоговых поступлений, которые 3 года назад забрали, изменив региональное законодательство. Необходимость вернуться к вопросу о нормативах отчисления, о единых нормативах отчисления НДФЛ, она сегодня назрела. Она сегодня на самом деле необходима и городу Новосибирску, и это часть обещания депутатов законодательного собрания. Почему депутаты так ратуют за возврат отчислений? Все просто. Бюджет развития Новосибирска меньше миллиарда. Под вопросом и выполнение наказов избирателей. Из-за скудности бюджета приходится откладывать выполнение некоторых пожеланий новосибирцев на далекое будущее. В результате этой политики, вызванной изъятием вот этих денег, мы все рискуем оказаться в очень непростой ситуации, общаясь с нашими избирателями. Городские депутаты призывают прийти к финансовому компромиссу. Областным властям направили обращение в надежде на конструктивный диалог. Тем временем федеральные чиновники приехали в Новосибирск с проверкой интерес к ремонту дорог. И вот цитата. «Они просто молодцы!» Такую оценку дали работе подрядчиков по проекту «Безопасные и качественные дороги». Те объекты, которые мы посмотрели, подрядчики опережают графики, которые были предусмотрены контрактами. Кроме того, замечаний, каких-то серьезных замечаний по технологиям, по выполнению стандартов у наших контрольных назорных органов, которые мониторят ситуацию постоянно, их нет. Жесткий контроль за выполнением работы со стороны муниципалитета – проект важный для города. «Безопасные и качественные дороги» – один из приоритетов развития Новосибирска. Подрядчики уже выполнили примерно 15% работы от запланированного объема. Ремонтируют магистрали практически во всех районах города. Так, в Академгородке. Дорожники работают на улице Иваново. А на Морском проспекте уже обновили 13,5 тысяч квадратных метров асфальта. В планах ремонт проспекта Лаврентьева, улицы Балтийская, Арбузова список большой, перечислять эфирного времени не хватит. А поскольку важнее самого события последствия, к ним особое внимание. К примеру, ремонт дорог ведь влияет не только на безопасность движения, но и на чистоту улиц. До ремонта, при уборке прилавковой части механизирована грязь, полностью не подбиралась, как бы складывалась колейность. А сейчас позволяет значительно лучше убирать. Меньше ям, меньше выбоин, меньше претензий от сотрудников ГИБДД. А новую технику для уборки улиц показали на этой неделе в экспоцентре. Там прошла выставка и транспортный форум. Так вот, гости из Екатеринбурга привезли вакуумно-подметальную машину. Ее стоимость почти 7 миллионов рублей. По заверениям разработчиков, чудо-агрегат этих денег стоит. Впрочем, и новосибирским машиностроителям было что показать. Так у представителей из соседних регионов неподдельный интерес вызвал собранный на совместном с белорусами предприятии трамвай. Неоспоримое преимущество, опять же, цена. Себестоимость вагона сейчас 18 миллионов рублей, но ее можно уменьшить еще до 15 миллионов. Чем больше трамваев мы будем выпускать в год, тем он, естественно, будет дешевле. Потому что коллектив-то создан, зарплату надо платить. Но эта зарплата распределится либо на 10 трамваев, либо на 3. В этом году на совместном с белорусами предприятии планируют собрать еще 9 подобных трамваев. Все они будут ездить по Новосибирску, в основном по левобережным линиям. И опять же, трамвай экологически чистый, транспорт, а экология – наше все, как и озеленение. Новосибирск на этой неделе запестрел новыми красками. Заморские миновали, на клумбы начали высаживать цветы. Взяться за лопаты предложили и всем новосибирцам. Посадить свое дерево может любое главное желание, а возможность и саженцы предоставят в горзеленхозе. Мы для горожан специально готовим некоторые плантации, на которые для горожан высаживаем вне плановых работ нашего предприятия. И работаем в основном по заявкам высаживаем. То есть сколько нам поступило, какие люди интересуют деревья, там мы те и выращиваем. Для желающих принять участие в озеленении города есть специальная интерактивная карта. На ней отмечены те места, где можно посадить дерево. А вот на Красном проспекте на этой неделе уже высадили рябины. Организаторы акции надеются вместе с аллеей заложить новые традиции благоустройства города. Очень хотим привлечь молодоженов и поменять традицию вешения замочков в парках, скверах, набережной на посадку дерева. Это приятно, как самим молодоженам оставить след о себе на дерево, на которое будут ходить смотреть их внуки. Ну и городу что-то полезное, а не просто бесполезный замочек. Масштабное озеленение и благоустройство в целом предстоит на Михайловской набережной. Во вторник там, на месте, разработчики нового облика парка представили свой проект. О деталях и уже недалеких изменениях. На набережной этим летом не разгуляешься. Отдельные участки вот-вот начнут перекрывать для масштабной реконструкции. Всерьез возьмутся за полуторакилометровую зону променада и площадь со сценой. Также сделают дорожки, которых пока так не хватает посетителям парка. Я как активный пользователь и велосипеда, и самокатов, и роликов, мне бы было очень комфортно здесь кататься. Сейчас здесь дороги не предусмотрены для, допустим, роликов. Вот эта левая часть набережной постоянно пустая. Ее бы тоже необходимо было обустроить для молодежи. Там много и скейтбордистов, и тех, кто катается на роликах, можно было для них сделать все необходимое. Ну и вот эти малые архитектурные формы здесь абсолютно отсутствуют. Я считаю, что им тут просто сам Бог велел находиться. К следующему лету рядом со сценой разместят трибуны и игровое поле. Здесь будут транслировать матчи Чемпионата мира по футболу. Фан-зона вместит несколько десятков тысяч болельщиков. Площадка станет центром притяжения не только для любителей спорта. Здесь же будут проходить большие мероприятия, касается ли это Дня города, касается ли это других праздников, которых довольно много. И в летнее время мы хотим сделать, чтобы в летнее время это была абсолютно рекреционная зона, зона отдыха. И для велосипедистов, и для пешеходов. Уже следующим летом здесь смогут устроить масштабный выпускной бал школьников, по примеру, Санкт-Петербурга. Сама же сцена останется почти там же, ее лишь отодвинут от края берега. Зелень сохранят по максимуму и даже сформируют справа от метра моста на отдельном участке набережной так называемый кабинет ароматов. Деревья, кустарники и другие растения подберут с учетом времени цветения. Дикий миндаль, шиповник, сирень и яблоня будут создавать благоухание, которым посетители набережной смогут наслаждаться все лето и осень. На следующий год мы планируем досаживать деревья, досаживать кустарники, которые просто сейчас нельзя сажать, иначе они просто испортятся. Мы планируем уже предлагать работать с бизнесом, который также сюда должен заходить, потому что, видите, здесь все очищено. В зимнее время будем работать с бизнесом, для того, чтобы на следующий год уже полностью наша набережная заработала первый этап. Вместо хаотично разбросанных шатров и палаток – кафе в едином стиле. В плане и много работ, которые на первый взгляд незаметны. Отремонтируют ливневые канализации, подведут воду и электричество для точек общепита. С проектом благоустройства может познакомиться любой житель на сайте green.novadefist.ru Вероника Иванова, Олег Мощевитин, Дмитрий Кан, Новосибирская неделя Следующий год для Новосибирска знаковый. Город отметит свое 125-летие. Готовиться к юбилею уже начали. Всех новосибирцев призывают поделиться своими идеями, которые станут, по сути, подарком. Всего их будет 125. Арифметика простая. По 10 идей для 10 районов и 25 общегородских. О конкурсе и его правилах поговорим с гостем. Часто бывает, что на день рождения преподносят не совсем желанный подарок. Конкурс 125 идей, похоже, для того и придумали, чтобы выбрать всем гордым подарки, которые будут желанны для всех. Задача городской власти все-таки привлекать людей к принятию решений. И мы предлагаем новосибирцам поучаствовать, так сказать, в подготовке города к юбилею. И это касается не только каких-то праздников, событий, мероприятий, но в том числе и навести порядок в городе, подготовить его к юбилейному году. И поэтому мы предлагаем всем горожанам все-таки высказать свои идеи. Какие у вас есть идеи? По благоустройству, по событиям, возможно, по какому-то экономическому развитию. И поэтому объявляем такой конкурс. Предлагайте идеи, подарите подарок своему городу в виде идей. Мы проводим несколько этапов конкурса. С 1 июня по 1 августа мы принимаем заявки, есть время подумать над идеями. А как будет проходить отбор проектов на первоначальном этапе? В августе конкурсные комиссии районные, общегородская, именно посмотрят и каждую идею проработают. Насколько реально его воплощение, насколько оно актуально, насколько важна социальная значимость. И, конечно, это будет оригинальность, все-таки 125 юбилей, хотя хочется получить какие-то оригинальные идеи. Позволит ли бюджет города реализовать такое количество проектов? Мы специально проводим этот конкурс в летнее время, чтобы осенью при планировании бюджета, при изменении муниципальных программ, мы могли внести в них изменения и включить туда эти 125 идей. Мы, конечно, обращаемся и бизнес-сообществу, предпринимателям, неравнодушным людям подключиться. И, возможно, те, у кого будут идеи, сразу в своей заявке напишут, что действительно уже есть какие-то финансы на это, на реализацию той или иной. И для конкурсной комиссии, конечно, это будет важным критерием для отбора и выставления на голосование. В финальной стадии все-таки это народное голосование? Народное голосование будет в сентябре на специальном сайте, но также мы выпустим газету «Муниципальный Красный проспект», где будут по каждому району и всего по городу представлены те идеи. Всего 250 идей отберет конкурсная комиссия, и половину из них, 125, отберет горожан. Ну и последняя такая рекомендация. Каким образом можно подать заявку на конкурс? В электронном виде или в бумажном? Свою идею можно подать на сайте 125.nsk.ru, который начнет принимать заявки с 1 июня. В бумажном виде мы тоже дадим возможность подать заявку. В муниципальной газете «Красный проспект» выйдет специальная анкета, которую можно будет заполнить. И эту анкету нужно принести в администрации района, либо в ресурсные центры города. Там будут установлены с 1 июня специальные урны, куда можно опустить, и ваша заявка таким образом будет принята. Спасибо большое за полезную информацию. Уже в ближайшее время в Новосибирске изменится подход к инвестиционной политике. Этой работой займется специальное управление в мэрии. Увеличивать штат муниципальных служащих не будут. Это мэр особенно подчеркивает. Произойдет перераспределение ресурсов и функций. Так новое управление будет отвечать за реализацию проектов муниципально-частного партнерства. Структура упростит работу с предпринимателями и инвесторами. Речь, разумеется, о законном бизнесе. Тем временем на улицах Новосибирска засилие нелегальных торговцев. Они разворачивают свои прилавки в самых людных местах и не боятся проверок и даже визит полицейских. Не повод свернуть торговлю надолго. Почему процветает незаконный бизнес? Александр Вяткин задался этим вопросом. Упаковка не герметична, уже бежит. Условия хранения минус 18. Сегодня у нас сколько? Плюс 26. Шашлык должен храниться в морозильной камере, а не лежать весь день под палящим солнцем. Сотрудник ветеринарной службы в шоке. Есть такое мясо опасно. Однако опасность словно притягивает покупателей. Спрос на заветренное сало и неизвестного происхождения колбасу большой. Показав товар лицом, свое лицо продавец прячет. Уверена, ее права ущемляют. То, что стоит в моей машине, вы не имеете права, что вы наносите. Закон такой есть, я вычиную. Не надо меня снимать. Сотрудники полиции, ветеринарной службы и администрации Калининского района терпеливы. Агрессия со стороны нелегальных коммерсантов для участников рейда – дело привычное. Еще бы, они мешают зарабатывать деньги, притом немалые. Вот только городскому бюджету от такой торговли никаких плюсов. Они не платят в городской бюджет за использование муниципальной земли. И, безусловно, это важная причина, и мы должны следить за наполнением бюджета. Но в то же время мы должны следить и за безопасностью, за здоровьем наших граждан. Товар со стихийных прилавков никто не проверяет. А у продавцов нет даже санитарных книжек. По-русски не ставят. Я не могу объяснить. Продавец фруктов от вида сотрудников полиции забыл русский язык. В России он живет уже больше 20 лет и торгует на этом месте не первый год. Да он к нам мусор носит, дом рядом наш. В нилье всякие ящики к нам сбрасывают. Убирайте его отсюда. Этот ларек уберут через пару дней. Но так же быстро здесь может появиться новый киоск. Чтобы хоть как-то сократить масштабы нелегальной торговли, городские депутаты внесли изменения в правила размещения киосков. Теперь демонтировать незаконный ларек можно без разрешения суда. Но на эту процедуру все равно уходит время. К тому же штрафы за нелегальную торговлю очень маленькие. От 300 рублей до 1000 рублей это для физического лица. первично. Поэтому не очень-то они и боятся. Они, торговцы, те, кто уже профессионально этим занимаются, считают это как плата такой, некий торговый сбор. И если бы у нас были полномочия изымать товар, это было бы просто гораздо продуктивнее борьба. Увеличить размер штрафа, чтобы он реально бил по карману незаконных предпринимателей, могут только депутаты Госдумы. Но они пока эту проблему не замечают. Люди часто не задумываются или просто не видят грань между торговлей легальной и нелегальной. Если стоит ларек, без него, к примеру, торгуют фруктами, то покупатели считают, что все абсолютно законно. Гораздо интереснее цены. Они, как правило, в подобных точках ниже. Приобретая овощи или фрукты в подобных местах, покупатели, по сути, спонсируют нелегальный бизнес. И пока действуют принципы торговли. Спрос будет рождать предложение. А незаконная коммерция будет процветать. Бороться с нелегальной торговлей должны специалисты администрации районов. Но они без сотрудников полиции даже паспорту нарушителей попросить не могут. Справиться с этой проблемой по силам лишь покупателям. Достаточно ничего не приобретать у нелегалов. Александр Вяткин, Дмитрий Кан. Новосибирская неделя. Это была Новосибирская неделя и ее основные события. Полная информационная картина в интернете. Заходите на обновленный сайт Новосибирские новости. Адрес nsknews.info. Кроме современного дизайна, там есть масса интересных и полезных материалов, чтобы сделать жизнь в городе понятной и простой. Хороших вам новостей и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова